Девушки отдыхают В широкой долине между небольшими возвышенностями в месте впадения реки Сергинка в Сылву в 43 километрах к юго-востоку от Перми раскинулось старинное русское поселение село Серга История его появления на Пермской земле своими корнями уходит в далекое прошлое Раскопки в округе утверждают, что люди жили здесь, в долине реки уже 20 тысяч лет назад Но заселение Сылвинского края русскими началось лишь в 15 веке Интересно, что появление поселения связано с именем Игумена земли русской Московский государь Иван III основал по южным границам Перми Великой от Саликамска до Башкирии вооруженные острожки Среди прочих на реке Сылве в 1469 году появился острожок имени преподобного Сергия Радонежского Речка стала зваться Сергинкой а со временем здесь зародилось и само село Серга Вскоре после основания поселения примерно на том месте, где сейчас каменный храм сельчане поставили первую деревянную церковь Изначально церковь была Сергиевской но затем ее переименовали в Крестовоздвиженскую Возможно, это произошло, когда верующие поставили здесь каменный храм Долгое время храм был однопрестольным и лишь перед самой революцией появилось еще два предела в честь великомученика Георгия Победоносца и Сретения Господня Сочетание стилей, ставшее явным благодаря пристройке пределов лишь придает храму особую, неповторимую и ничем не сравнимую красоту и благолепие Если посмотреть на архитектуру этого храма, вы заметили, что здесь целый букет переплетенный архитектурного ансамбля И классицизм присутствует, и псевдорусский стиль, и даже византийский стиль присутствует То есть тут все так нагромождено До 1929 года храм действовал После всем известных нам событий Февральская революция, советская власть Местным исполкомом было решено храм закрыть И разместить зернохранилище До 1940 года здесь фактически было зернохранилище А потом решили перед войной уже здесь сделать клуб для местной молодежи В таком полуразрушенном состоянии храм простоял почти 70 лет В начале 90-х местные жители решили возродить храмовую жизнь В то время трудно было отыскать истину Архивные данные были труднодоступны Люди не знали, как назвать этот храм По названию села церковь уже во второй раз назвали Сергеевской Так она и простояла несколько лет Затем ее вновь переименовали Но многие до сих пор зовут любимый крестовозвиженский храм Сергеевским Воспоминания старых жителей Которые помнят еще тот храм первоначальный, который он был Что храм был очень богат убранством Был весь расписан То есть фрески были Сейчас мы видим, что у нас только фрагменты остались Какие-то фрески, которые успели бабушки наши благочестивые В то далекие 90-е годы Как-то почистить, расчистить Все, что мы сегодня видим, это было величие Субтитры создавал DimaTorzok 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 Константин и Анания, которые молятся за это село, за этот храм. И они действительно реально являются покорителем нашего села. И эту реальность, то есть эта помощь их, она действительно присутствует. И каждый человек, приходя в этот храм, он ее просто ощущает и чувствует своей душой. Один из церковных учителей Тертулиан говорил, что кровь мучеников – это семя новых христиан. В таком случае здесь, в Серге, заложен прочный фундамент, чтобы взошли на Ниве Божией обильные плоды, новое чадо Божие. Как же здесь не хвалить Бога за то, что Господь так милует нас, вот именно дал нам возможность молиться священно-мученикам Константину и Анания, которые действительно реально помогают нам в нашем богугодном деле, в созидании наших сердец, наших душ, в созидании нашего храма и в созидании вообще веры православной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok